На базе Республиканского центра образования города Каспийска состоялся круглый стол местного родительского совета сообщества «Родные и любимые движения первых» совместно с наставниками-вожатыми. Отметим, что проводятся мероприятия в рамках года семьи. Начался круглый стол с приветственной речи специалиста регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи движения первых Республики Дагестан. Фасиму Магомедовой. От того, что в городе Каспийске есть такие отзывчивые мамочки, которые собрались на такое интересное мероприятие, я как руководитель отдела по работе с родителями хочу вас поприветствовать сегодня на этом мероприятии. Надеюсь, что оно вам понравится, будет интересным. От всей души хочу пожелать вам хорошей работы. В ходе встречи спикеры пытались донести до всех присутствующих основную цель мероприятия – это то, что родители должны строить отношения с детьми на основе сотрудничества и взаимопонимания, не скупиться на ласку, внимание и сочувствие. Семья в Дагестане всегда была крепкой, дружной. И слава богу, что у нас эти традиции, они как бы вот переходят из поколения в поколение. Но мы живем в современном мире, который вот нам сегодня бросает такие вызовы, на которые мы должны сами отвечать и научить наших детей правильно реагировать на то, что происходит в окружающем мире, правильно действовать в этой ситуации, правильно себя вести. Кроме того, депутат Народного собрания Республики Дагестан Елена Павлюченко отметила, что весь учебный процесс ребенка в большей степени должен состоять из воспитательной работы. Ведь образованный человек без воспитания – это страшный человек. В связи с этим организаторы «Круглого стола» порекомендовали родителям занять детей чем-то полезным и важным. Я всех вас призываю читать эти газеты, потому что эти необходимые газеты как для педагогов, так и для детей. И у нас очень много детей пишут, мы публикуем их материалы в газете «Орленок Дагестана» и выдаем им хоть и небольшие, но гонорары. Поэтому призывайте своих детей, чтобы они писали к нам газету, и мы будем очень рады. И вы делаете большую работу с детьми, проводите патриотическую работу с ними, воспитываете их в традициях патриотизма, нравственности, духовности. Вскоре наставники вожатые запустили кружок знакомства, а организаторы раздали три клубочка ниток – белого, синего и красного цветов. С помощью них участники должны представить себя. Один клубок пойдет по левой стороне круглого стола, а второй по правой, а третий клубок отправится образовавшимся командам слева. После куратора первичных отделений вручили родителям значки первых и ознакомились с программой мероприятия, в ходе которой их ждали семинары со спикерами, встречи с психологом и кофе-брейк. Продолжение следует...